А как Вы лично расцениваете развал Советского Союза? Ну, величайшая геополитическая и культурная страна. Ну, а что тут можно сказать? Но, если, как бы, во всех смыслах я не могу рассказать, ну, я вот могу взять отдельный пример. И сошлюсь на патриарха московского и всей России, святейшего периода. Тоже говорил о том, что в результате советского периода, ну, видимо, судьба такая, это в одном из своих посланий на всемирном русском, собор, в одном из своих слов. Вы знаете, он в жанре слова. Слово о законе и благодаре, слово, так сказать, обогнили земли в русской, там и другие слова. Это отдельный жанр в нашей и благословской истории, и гейной истории. Ты говоришь, вот, конечно, были оказывали огромные благодаря многим народу, которые входили в состав, сначала в Российской империи, а затем в Советского Союза. Многие получили бесписьменные народы, получили кузни, получили свою культу. Более того, они сохранились, сохранились. Причем те народы, которые так участвовали. До исторически, я вам, наверное, вспоминаю, я был в Карелии, и встречался с человеком очень необычный эмоциональности. Вес, а кто-то и Вес, их немного, но осталось. Это та самая ретендарная весть, которая в нашей начальной летописи. И реша чуть, весть и Словения, Словения даже на третьем месте. Вот что такое была наша история. Наша история давала жить самым, так сказать, мелким, самым молитвым эмоциональным. Все сохранились. Тогда посмотрите, в Германии, да, там только следы в топонимике пребывания в Германии, на территории Германии пребывания и славян. А славяне и германцы, как известно, это самые, так сказать, были древние жители, народы, этносы Европы. Я, например, был в гостях у ворфинга «Казык», очень известного немецкого словиста, заведующего кафедрой, по-нашему, в Тюаринске была самая большая тафелька словистики Германии. Вот, и я был у него в деревне, не деревня, в общем, небольшое поселение под названием «Мух». Я спрашиваю «А какого происхождения?» Я говорю «Наверное, славянское». Так, да, скорее всего. Ляйцы, Либис, Либис, знаете, да, и прочее. В топонимике это видно, топонимик у меня одна. А где эти славяне? Эти славяне нет сейчас, разве что будут арабы и турки, и так далее. Поэтому, конечно, вот, если по философски я отвечаю на ваш вопрос, черты универсализма, свойственные русскому духу, русского менталитета, русской идеи, согласно которой я наполню классическую формировку религиозной философии русской идеи, которым принадлежит Владимир Сергеевич Соловьев, нашим великим философам. Идея нации заключается не в том, что она думает о себе во времени, а в том, что Бог думает о мире вечности. Так вот, Бог думает о русской нации вечности то, и оценивает ее по тем вершинным достижениям, которые она внесла в истории мировой цивилизации. Но этот универсализм оказался чересчур разрушившимся. Думали обо всем мире, а о самих себе думали мало. Или вовсе не думали, или вовсе не думали. И поэтому свои собственные национальные задачи, жертвуя самим собором, вот не выполняли. И вот это одна из причин распада Советского. Я не беру причины хозяйственные и экономические. Они более или менее фантастичны. Потому что все-таки советская экономика была более или менее, или не только более или менее, а весьма конкурентно способна. Весьма конкурентно. И распад Советского Союза следует оценивать не в хозяйственной или экономической области. А в сфере духа сокращалась сфера суверенного цивилизационного существования. Как известный образ шагренивой кожи у Бальзака. И Россия стала прямым зеркалом Запада. Это относится не только к советскому периоду. Она стала настолько усердно подражать Западу, что превратилась его в прямое зеркало. А собственные цивилизационные, так сказать, зерна, они, так сказать, находились в состоянии стагнации. И это привело к тому, что... Вот сейчас то же самое происходит в Украине. Я не говорю на Украине. Известность не употребляют, так сказать, наш принятый русскими зитями. Словес наоборот. А вот Украина, в той стране, которая называется Украина. Они вдруг вообразили себя Европой. Но целесомную, так сказать, основу не обманешь. Можно казаться, стремиться кем угодно. Но цивилизацию не обманешь. Есть некоторые такие объективные параметры, которые, ну, утверждая, что можно... Кстати, показал еще Николай Яковлевич Денинерский, который, ну, на языке современной теоретической социологии называется референтной группы, да? К какой референтной группе вы себя относите? Вместо того, чтобы относить себя к своей собственной референтной группе, стали относить себя к другим референтным группам. Старались казаться, вот как сейчас украинцы. Украина-цей Европы, да? Вот примерно так я делаю ответы. Если мы такие, я скажу, философские корни вот этого распада... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова